100 тонн такую нагрузку с легкостью должен выдержать Фрунзенский мост. Выносливость конструкции напрямую зависит от качества материалов, из которых его строят. Машины с бетоном на площадке первым встречает инженер специальной лаборатории. Определяет подвижность бетона, температуру, объем вовлеченного воздуха. Если все по ГОСТу, дают добро. Когда хоть одна из характеристик не в норме, бетономешалку разворачивают и отправляют обратно. За сутки иногда приходится проверять до сотни партий бетона. К бетонам для мостовых конструкций предъявляются более жесткие требования по прочности, морозостойкости и водонепроницаемости. Обязательно вводится определенная добавка, так называемая воздуховлекающая, чего нет, например, в промышленно-гражданском строительстве. Контроль на всех этапах строительства. Бетонные кубики, образцы, взятые при заливке опор, измеряют, взвешивают, сжимают прессом, проверяют прочность. В это время на другом, левом берегу реки Самара утрамбовывают песок. В этой лаборатории проверяют качество песчаного грунта и щебня, зерновой состав, коэффициент фильтрации. На стройке используют самарский песок и бетон. Они оказались и самыми близкими, и лучшими по качеству. Более 70% всех стройматериалов поставляют предприятия Самарской области. На опоры мостового перехода уже ушло 10 тысяч кубометров бетона и 6 тысяч тонн металлоконструкций. На участке моста через озеро Банное уже возводят пролетные строения. А вот на участке через реку Самара полным ходом идет строительство опор. Уже готовы три из восьми. Сейчас вдалеке мы можем видеть вторую опору. За ней уже строят первую, которую делают несколько по другой технологии. Помимо того, что она будет держать вес самого моста, она будет выполнять и функцию укрепления берега. Сразу за ней начнется развязка, которая выйдет на улицу Фрунзе. Две сотни строителей и 70 единиц техники возводят мост круглосуточно и в дождь, и в снег. Обещают не сбавлять темпы. Подготовились уже и к зиме. Если будут проводиться бетонные работы, будут возводиться специальные инженерные сооружения, называемые тепляки, в которых будет поддерживаться оптимальная температура бетона, для того, чтобы он там набирал прочность. То есть все предусмотрено с учетом температурных режимов. Шестиполосный мост и автомобильную трассу длиной почти 3 километра планируют сдать в 2018 году. Марина Кравцова, Максим Гусев, События.